Уже несколько недель город пребывает в трепетном ожидании. На улицах Севастополя, на кухнях, в соцсетях обсуждают выборы в законодательное собрание. Нужно отдать должное о социальной активности севастопольцев. Усталой материковой аполитичностью здесь даже не пахнет. В прошлой передаче «Площадь Нахимова» мы дали прямую речь кандидата-самовыдвиженца, московского блогера Руслана Асташко. Следуя журналистской этике, из контекста мы ничего не вырывали, дали цитаты как есть, но, к сожалению, это, то есть собственные ответы, Асташко не понравились. Его немногочисленное паство в подтверждении правильности нашего сюжета обратило внимание только на ведущего, который, по их мнению, копирует Дмитрия Киселева. Мы пересмотрели наш сюжет. И правда, в этих движениях рук, интонациях что-то есть. Дмитрий Константинович, кстати, руководитель этого ведущего, может быть уверенно спокоен, смена не подкачает. Но наш герой Руслана Асташко, этот сюжет снова про него. Мы, как независимая команда журналистов федеральных СМИ, не одобряем вранья, свидетелями которого стали. Руслан написал, что журналисты, то есть мы, в конце признались, что они с иксов. Не знаю, Руслан, о каком конце вы говорите, но информацию о том, что передача «Площадь Нахимова» выходит на бывшем иксе, мы вам сообщили до вашего блистательного интервью. Не хорошо обманывать своего читателя, он ведь вам может и поверить. Руслан оказался человеком, который не очень большое значение придает словам. Например, в медиа-центре за полмиллиона в месяц Руслан говорит. Я севастополец, я не могу без слез смотреть на то, что здесь происходит. Почему здесь, в Севастополе, в нашем родном городе, в нашем родном городе... То есть, вводя севастопольцев в заблуждение, пытаясь сказать «Мы с вами одной крови», забывая добавить, что родился в другом городе, далеко от Севастополя, а именно в городе Донецке. Казалось бы, за столько лет блогерства Руслан должен знать цену словам, но вместо этого зачем-то выдает себя за того, кем на самом деле не является. Кроме того, что Руслан в своих интервью вводит заблуждение зрителей, он еще и в медиа-центре заставляет людей поверить в несуществующие вещи. Вот, например, посетители медиа-центра на проспекте Нахимова, который Руслан и его команда преподносят как единомышленников из народа. Александр, я пришел проголосовать за отставку губернатора. Дело в том, что я слышал недавно, что осталось две подписи подписать. Вот поэтому мы пришли с женой поддержать тех людей, которые против нашего дорогого губернатора. Как только мы подпишем, сделаем эти две подписи, нам обещают, что он уедет домой. До свидания. До свидания. Руслан, это что? Какие две подписи? Вам не стыдно это показывать? Вы фанты играете, макулатуру собираете, осталось два килограмма бумаги, и мы выиграем билеты в кинотеатр «Россия». Что вы такое рассказываете бедным людям, которые вам верят? Зачем вы пользуетесь их доверчивостью? Какова законная процедура объявления губернатору импичмента, для которого не хватало двух подписей, и вы наконец-то их получили? Кстати, про импичмент. Поначалу Руслан заявлял, что хочет сделать губернатору импичмент. Но когда в сети появилась вот эта фотожаба, перестал употреблять это иностранное слово. Не скрою, что моей первой инициативой в роли депутата законодательного собрания будет законопроект об импичменте губернатору города Дмитрию Овсянник. Вашим устремлением это импичмент губернатора. Вы идете, это главный флаг. Кстати, Руслан очень серьезно относится к тому, что про него говорят. Меня объявили уже геем, который лоббирует педофилов и так далее и тому подобное. Руслан, мне лично абсолютно все равно ваша ориентация. Меня удивляет другое. Весь ваш пиар строится на объявлении войны законно избранному руководству города. Ключевое слово здесь – законно. А потом вы и показываете вот таких единомышленников. Ожидания, честно сказать, не оправдались наши. Жизнь с каждым месяцем все ухудшается и ухудшается. Поэтому пришел сюда для того, чтобы подписаться за отставку губернатора. А потом вот таких. В городе нужно производить реформу, а в частности убрать губернатора. Напомню, Ленур Усманов когда-то сказал следующее. Это не документ. Это аусвайс. Именно так поступали фашисты, когда выдавали на оккупированных территориях. Недавно я к своему студу узнал, что мы все являемся гражданами Советского Союза. А гражданами Российской Федерации по законодательству мы не являемся. Никто из нас никогда не писал заявление о выходе из состава Советского Союза. Еще одну цитату Ленура Усманова приводит СМИ пятой колонны. Бандитский капитал сегодня является символом государственности Российской Федерации. Куда мы так рвались и куда мы прибыли. Но столкнулись с той мерзостью, которую сегодня олицетворяет у нас в Севастополе губернатор Овсянников, ставленник Владимира Путина. Ну и еще одна цитата. Появилась возможность оспорить все решения судов и судей на основе несоответствия с законом и ГОСТом и даже самой Конституции. А это значит, что всех, кого посадили по так называемым судам, можно вытащить из тюрьмы. Этот человек еще не платит за услуги ЖКХ. Что они не имеют права с меня требовать, отключать. Я не плачу за электроэнергию. То есть я сделал этот прецедент в городе Севастополь. Эти люди не граждане Российской Федерации, а верующие. А по факту они ведомые свидетели секты РФ. Вот, например, один из комментариев к этому видео. Пока мы не соберемся вместе и не свергнем диктаторов продажных. Нелюбовь Ленура Усманова к исполнительной власти Севастополя объясняется, скорее всего, вот этим. Суд вернул Севастополю земли семьи Усмановых в урочище Аязьма. А комментарии к этой статье красноречиво дополняет картину. Раньше Севастопольскому турклубу только с разрешением лесхоза и КСП можно было Аязьму посетить. Раскатали губу товарищи. Браво, спасибо правительству Севастополя. Надеюсь, и иные выделения участков будут возвращены городу и его жителям. Вот теперь понятны цели пламенного борца. Так и думали, что мотивы пламенности еще выплывут. Во-первых, недаром народ вывел поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А во-вторых, Руслан, а может вы сразу с подписями за отставку губернатора будете собирать подписи за выход из России? Не кажется ли вам, что выступая против законно избранной власти, давая слово сепаратистски настроенным гражданам, поддерживая активистов, которые заявляют, что российский паспорт – это ауствайс, такой же, как выдавали фашисты, вы однозначно сформулировали пункты своей программы. Может, пора показать истинное лицо? В свете последних событий, связанных со сложением полномочий губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, выходит, что общая предвыборная программа целой группы кандидатов, состоящая всего из одного пункта сбора подписей против губернатора, лопнула, как мыльный пузырь. Интересно, против чего будут сейчас бороться всей песочницей вечно недовольные майданутые оппозиционеры, открывшие в центре города героя замок лгунов. Здесь все не настоящее, даже мороженое. Это замок лгунов, врунов и обманщиков. Хочу вернуться к вранью на камеру о том, что вы родились в Севастополе. Ваш родной Донецк в 2014 году так нуждавшийся в поддержке большой России и своих уроженцев, наработавших в Москве крепкие связи. Ваш родной Донецк, получавший гуманитарную помощь со всех уголков России, от людей, даже не бывавших в Донецкой области. Вы как помогали своему городу, граждан которого бомбила киевская фашистская власть? Информационно. Я журналист. Я, к сожалению, не могу взять в руки автомат. Точнее, могу, но тогда мне надо бросить работу и на Донбасс поехать, и в Сирию воевать. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь по профессии, и, как мне кажется, дело неплохо. Вы уж простите меня, но я скажу за себя. Проехавший только однажды транзитом через прекрасный город Донецк, я в составе независимого гражданского объединения «Триколор», входившего в гуманитарный батальон «Новороссия», собрал и переправил за ленточку гуманитарной помощи на 10 миллионов рублей. За что и попал в списки мраза сайта «Миротворец». Государственная телерадио-овещательная компания Луганской Народной Республики получила гуманитарную помощь из Воронежа. Хочу передать привет руководителю организации «Триколор». Везут все бинты, соки, детское питание, но таких все меньше, слишком опасно. А знаете, что больше всего меня поразило за время сбора и перевозки помощи на русский Донбасс? Новости о том, что в одном небольшом шахтерском городке, попавшем в месячную оккупацию фашистами, врачи, латающие раненых мирных и женщин и детей, стирали бинты, не имеющие возможности их получить от гумбата. Вы где были в этот момент? Вы где были в это время? Я журналист, я блогер, я очень много про это рассказывал, да. А может, родному городу Севастополю вы также помогли в тяжелый переходный период или во время блэкаута? Я так отвечу, что у меня за эти действия есть определенная практически государственная награда. Я не могу об этом говорить, потому что это был секретный приказ. Я не могу называть что, когда и зачем, почему. Это закрытое распоряжение, которое подписано лично Владимиру Путину. Вы что-то такое делали, о чем говорить нельзя. Но за это вам дали награду. Хитро! Очень похоже на вот это! Я вкладываю это то, что каждый может в этом услышать сам. Пусть люди сами решают для себя, что это значит. Во время вашей катастрофически неудачной попытки участия в праймере с Единой Россией по выборам в Госдуму в 2016 году, вы сказали такие слова. С учетом того, что с самого начала я открыто заявил, что готов представлять только ваши интересы, что у меня нет и не может быть никаких спонсоров, кроме вас, считаю, что пришло время подвести первые итоги и отчитаться перед вами о проделанной работе. В те выборы вы совершили ошибку, объявили сбор средств на вашу агитационную кампанию, и социология не заставила себя долго ждать. В сумме пожертвований было получено 469 тысяч при необходимых 628. С учетом того, что вам донатили не только севастопольцы, уже тогда было понятно, что город о вас банально ничего не знает. Потом вы исчезли с радаров, но как только объявили местные выборы, вы тут же проявились вновь. Я слышал о гастрономическом туризме, о спортивном и даже о сельском, но о выборном туризме слышу впервые, вы основоположник, поздравляю. Не могу не обратить внимание зрителей на внешний вид Руслана во время серьезных политических заявлений. Пляжные шорты, чтобы загорели ноги, да и вообще весь вид – московский турист на отдыхе. Почему вы так не уважаете севастопольцев, что приезжаете из столицы на выборы, как на пляж? Вот еще про уважение. Медиа-центр расположенный в бывшем помещении банка и на главной улице города, проспекте Нахимова. Напротив окон арендуемого за полмиллиона в месяц офиса расположена зона, в которой запрещается парковать автомобили. Это закон. Но касается ли это вас и ваших работников? Нет. Они вполне беззаботно заезжают под знак и уходят творить подписи. Вы вроде как говорите о законности в свержении власти во имя светлого будущего, но при этом не только не уважаете ни Севастополь, ни севастопольцев, которые за оставленную на пять минут машину платят по три тысячи за эвакуацию и штраф. Вы просто игнорируете закон. Это же абсурд. Вы словно боретесь с воровством методом сколачивания шайки для ограблений. Почему же вы держите севастопольцев за дураков? А закрыть в 11 часов медиа-центр не получилось только из-за того, что вас снимала совершенно открытая наша камера. И напоследок. О том самом переобувании за деньги. В конце 16-го года, чтобы, видимо, всем понравиться, вы написали очень мудрые слова. Опыт помог мне вывести очень простой критерий, по которому можно отличить пропагандистский обман от реальной политической программы на будущее. Вот он. Если для достижения светлого будущего вам предлагают что-то разрушить, уничтожить, взорвать и предать, а тех, кто против этого плана предлагают посадить или убить, значит, вам пытаются втюхать очередной Майдан. И тут совершенно не важно, ради какого конкретного светлого будущего вам предлагают раскурочить собственное государство. Такое ощущение, что Осташка образца 16-го года что-то знала об Осташка 2019. Вы как будто нас предупреждали, что приедете в город-герой с войной. У меня только один вопрос. Зачем вы приносите в Севастополь Майдан и кто вам за это платит? Снова участвовать в выборах в ЗАГС Севастополя решил герой русской весны Алексей Чал. Он, насколько я знаю, находится не в городе, у него много дела.